В отличие от всем известного настольного тенниса, в этом виде спорта используют специальные ракетки, звенящие шарик и свето-непроницаемые маски. В Кумертау состоялся пятый открытый Кубок СНГ по настольному теннису для слепых. В течение нескольких дней лучшие спортсмены по шоу-дауну, это еще одно название настольного тенниса для слепых, соревновались за звание лучшего. Турнир проходил в нескольких зачетах, личных мужских и женских, а также в командных играх. Открытие турнира прошло в БРГИ номер 3. В парадном шествии принимали участие 58 спортсменов из шести стран мира. Посетили открытия и почетные гости. Прославленная спортсменка, многократная паралимпийская чемпионка Римма Баталова, исполняющая обязанности министра семьи, труда и соцзащиты республики Юрий Мельников и руководитель городской администрации Олег Фролов. Римма Баталова пожелала спортсменам двигаться только вперед. Вы сегодня покажете свои результаты. Ведь каждый спортсмен мечтает о том, чтобы он встал на педестал, а педестал он доступен каждому. Только надо туда стремиться, идти вперед. И я хочу всем вам пожелать, чтобы для вас, для каждого, чтобы педестал был доступен. А также хочу пожелать вам, конечно же, успехов. Успехов во всем. Ведь каждый из вас – это талант. Не теряйте свой талант, идите вперед и живите с девизом «Вперед и только вперед». Юрий Мельников отметил высокую организацию турнира. Турнир начинался фактически из городского, потом фактически республиканский, межрегиональный. Сейчас уже фактически международный уровень. И здесь, наверное, огромное спасибо хотел бы сказать организатору, в первую очередь администрации, Вася Владимирович Олег Юрьевич, вам за то, что вы делаете. Делать для того, чтобы город Кумертау был не только территорией успеха, но и чтобы был городом равных возможностей для всех. После открытия состоялся круглый стол со спортсменами и чиновниками, посвященной развитию тенниса для слепых. Эта дисциплина появилась относительно недавно, однако уже сегодня она получила большое распространение в спортивной среде. Основная проблема – это отсутствие специальных игровых столов, но во многих регионах эта ситуация решается силами властей. Количество участников открытого Кубка СНГ растет с каждым годом, повышается и уровень спортсменов. Эльвине Насировой из Кумертау в этом году предстоит очередная защита титула. В прошлом турнире она в финале обыграла абсолютную чемпионку Беларуси Оксану Иванову. Эльвина спокойна и сосредоточена, к соперникам относится с большим уважением. Спортсменка является фаворитом соревнований. В этом году девушка стала чемпионкой России. Уровень соперников растет, не спорю, все подтягиваются, никто не стоит на месте. Но свои силы. Но я не люблю недооценивать себя и переоценивать себя тоже. То есть каждый соперник по-своему индивидуальный, и к каждому готовишься тоже индивидуально. Кто-то сильнее, кто-то слабее. И новичков здесь уже нету. Здесь уже те, которые играют, может быть, не так давно, но уже все-таки какие-то азы имеют. В принципе, морально-то я очень готова. Надеюсь, что все-таки я защищу титул. Для команды из Перми Кубок СНГ – отличный шанс получить необходимые турнирные опыты. Соревнований по этому виду спорта пока не очень много. И каждый такой турнир – повод посоревноваться с лучшими представителями шоу-дауна. Надежды предлагаем в первую очередь на свои силы, но думаем, невозможного нет, и мы справимся со своими задачами. Ну, в Кумертау, как обычно, жарко, причем жарко не только на улице, но жарко. Вот в каждом из помещений горят нешуточные страсти. То есть, на самом деле, в Кумертау это пятый уже турнир, и пятый турнир проходит на высочайшем уровне. Огромное количество спортсменов, и именно высокого уровня. Уровень спортсменов достаточно растет, и он развивается. Все больше людей начинают заниматься настольным теннисом, то есть появляется очень много новичков. В нашем крае теннис достаточно, именно в Перми развивается очень хорошо, а край мы стараемся потихоньку все-таки привлекать, чтобы было больше спортсменов. Но Пермский край следует отметить как один из регионов, показывающий более-менее стабильные результаты. Тренирует девушек Оксана Богданова. В Пермском крае этот вид спорта довольно развит. Спортсмены команды являются членами российской сборной. Дело в том, что в России вообще мало соревнований по настольному теннису и Кубок СНГ. Почему мы сюда приехали? Я вообще начала свою тренерскую работу именно с Кубка СНГ. Я приехав сюда как руководитель команды, я привезла сюда своих ребят из региона, из Пермского края, и видела, насколько им тяжело работать без тренера. Здесь, на Кубке СНГ, вот в этой атмосфере, я загорелась развивать этот вид спорта. И приехав уже в регион, в Перм, я набрала ребят, и у нас образовалась вот секция настольного тенниса, благодаря вот этим соревнованиям в Кубке в Кумертау. Ну вот на сегодняшний день, да, мы тренируемся регулярно. У нас открыта школа Паралимпийского резерва, и девочки, которых я тренирую, уже входят, да, в состав сборной команды России. Мужчины и женщины соревнуются отдельно в различных категориях. В этом году в регламенте произошло изменение. Победители категорий будут выявлять сильнейшего за звание абсолютного чемпиона. Финальные игры и награждения состоятся 1 июля. Павел Гошин, Тимур Гельманов, Роман Бекулов, телекомпания «Арис». «Арис» Продолжение следует...